Дорогие друзья, мы начинаем наш вечер. Члены союза вентиляторов, как и члены других творческих союзов, всегда опаздывают, какое было время мы не назначим. Тем более, сегодня такой невероятный снегопад. Но в снегопаде должны случаться чудеса. Например, сейчас позвонила наша всем любимая Людмила Голодяжна и доказывает, что дом 10 – это музей в Кушакенаре, что она здесь бывает каждый день, потому что ведется в лицо, в лицо. Ну, по крайней мере, она сейчас ходит вот сюда. Многие тоже заблутали. Вероятно, вот сегодня такой перепад давления сказался, и многие забыли, где же у нас фонд мира. Фонд мира у нас здесь. И вот сегодня Ильдар Равкатович, ну, Исламов, нам устроил такой праздник. Ильдар, можно вот сюда на кайдок выйти? У нас приходится кайдок. Временно. Временно, да. Временно. И хочется уважать на сегодняшний день. Он добавляет в наш значительский совет. Очень много делает для союза литераторов. И хотелось бы, чтобы он был такой забавно. Он, по-моему, вчера написал стихотворение. Да. Да. Ильдар Равкатович, Исламов. Здесь в участии о том, что Игорь Северянин с теми морозами, как мы еще напоминаем, что надо людям выживать. И я сейчас подумал, что его явление, оно само по себе просто должно повторяться. Я написал такой 16-й строчке, который достаточно интересный. Называется «Новый год и любовь». Новый год и до сих пор вспоминаем в наше советское время какие-то апельсины. Апельсины и лимоны – новогодний перформанс. Веселятся павлины и поэты притомы. Пусть кремятся где-то штормы и воюют элины. Ты прекрасно оторвал, мы смеемся вдвоем. Годы входят в столетия, фонфороскуют горно, серпатин многоцветия и искрящийся ронж. Пишет кто-то были имен. Ты целуешься горно. Это фото с картиной. Два события разводились. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, спасибо вам говорите. И у нас сегодня подарок. От фонда, водотворительного фонда международного Владимира Святого Павла. Вы, конечно, все уже обратили на это внимание. У нас две прелестных девушки. Восьми и пятнадцати лет. И они нам сегодня исполнят анганты, мэс, розы и балеты с челкунчиком. Из окротопьяновой Анны Денисова. Анна Денисова. Анна Денисова, я попрошу выйти сюда. Я буду перечислять ее победой. Анна Денисова является лауреатом первого открытого фестиваля конкурса юных музыкантов имени Алексеева. Лауреатом детского фестиваля искусств «Московские звездочки». Лауреатом четвертого международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Помните, Тамара Николаевна Круглова всегда была в жюри этого конкурса. Первая премия, причем 2003 год. Лауреатом всероссийского конкурса «Ротари». Это у нас тоже 2003 год и тоже первая премия. В 2005 году Аня выиграла первый приз на четвертом конкурсе юных пианистов имени Артабалинской средней группы. В марте 2006 года Аня завоевала первую премию на восьмом международном конкурсе юных пианистов Владимира Крайнего. Ее аплодисменты. И вместе с ней выступает ее сестра Светлана Денисова. Но все это будет происходить благодаря их маме, которая, собственно, сделала все для того, чтобы ее дети получали награды, выступали. Анна и Светлана Денисова. Аня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы ее давно не видели. Буквально несколько слов. Можно открыть, как вам угодно. Из Челябинска. Активнейший человек, розаик, возглавляет региональное отделение партии «Яблоко». Челябинске «Анстинное». Те, кто интересуется, знают об этом. Буквально несколько слов о вас. Людмила Федоренко. Челябинск. Мне очень приятно. Действительно, приехала сюда по фенингелам. Поздравляю всех с Новым годом. Мне очень приятно видеть очень известных людей, розаиков, поэтов, которых я читала в сборниках, книги, которых я читала. Читала вот книгу Дмитрия Юрьевича. Последнюю книгу «Отчелинец», которая меня вообще любопо-потрясла. Я три дня читала. Три дня пока я читала. Так что, дорогие товарищи, у нас выходят книги. У нас 9 человек. В Селятовском объеме «Союзов-рекераторах» вышла книга «Мария Юрьевича. Свиняющие струны» об авторской песне. Вышла книга «Детская торговая травма». Вышла книга «Мария Юрьевича». Симолапова. Так что, очень приятно. Большое спасибо за внимание. Рада всем видеть. Поздравляю всех с Новым годом. И мне бы хотелось, чтобы еще сделать один подарок. Поскольку рядом с Людмилой Федоренко, Людмилой Серова, и вчера она получила новый армонав «Орловский край», в следовом виде. Очень хотелось бы, чтобы вы подарили ей это вечеринке, чтобы уехали. Да? Это уехали замечательный армонав. И несколько стопок армонавших. Я посмотрела на субъекты, чтобы вы не знали. Это жанра, что это вечеринка, но только в этой работе. Я посмотрела на субъекты, чтобы вы не знали. В общем, это обманах, что вы не знали. Ну, разные граммы. Разные граммы. Разные граммы. И поэти, и фото, и приведение. Все, что касается «Орла и Артурской области». Но, если ты знаешь, автор, то автор смотрел тех же, по всему вверх, и он узнает, что можно от них описать. Но вот что интересно, вот как это понимает. Здесь, в частности, принял Дмитрий Заревчук. Вот, 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 вот Маркет Англоне. И его, знаете, я литератор смотрю в школе. Но, вот, выдержали меня здесь, на самом-то, как-то, 7-го армия, да. И вот, как-то, знаете, литератор. И получены два тесни. Сложные. О том, поведащий. Мы вот так познаем. Лучше почитайте что-нибудь из этого. Первый, здесь, да. А в школу. Ну, когда, конечно, вы знаете, вы знаете, наверное, параметры, а параметры, которые уже печатали, да. Когда это, кто-то читал, и стало познать, Ирина Николаева, вот ведед. Ирина Николаева, Анна Посолова, которая, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще одна мемориальная доска, которой нет до сих пор, и этим занимается Артем Каверин. Ему успехов и удачи. Глуб. Мы нашли квартиру, который я не знаю, которую Глуб пил на арте, и я была рада. И мне хочется, чтобы сегодня прозвучал Олег Челан. Привет, новогодний Олег Челан, который пришел в одиночестве, хотел быть с Евгением в фото, но где-то что-то я буду. Здравствуй, пчелан, приветствую, наш Олег. Добрый вечер, дорогие люди, литераторы всех мастей и раздеров. Естественно, с наступающим Новым годом, пусть вам пишется, пусть это издается, пусть это тревожит умы тех, кто это будет читать, если вообще кто-то сегодня еще читает в нашей стране. Мне гонорары нужны, в отличие от тех строк. Я так понял, что Александру Александровичу Глубу они тоже были нужны, если он купил на них квартиру. И сейчас мы будем безгонорарно отбиться за то, чтобы была установлена мемориальная доска в память о гонорарах Александру Глубу. Я исполню песню, которая носит название «Баллада о Ване и Маше». Это на русском языке все написано. Селянка Маша мечтала о своем простом, но очень женском счастье. И ходила для реализации своих замыслов через поля. Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. А куда он нес воду, разве поймешь? Солнце, луч, грел, грел, землю, грел, грел, и проросла рожь. А уж как он нагрел землю, разве поймешь? Ваня шел, 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 полем шел, и Машу рук догнал. Ваня шел, шел, полем шел, шел, и Машу рук догнал. Засмеялась Маша, Ваня с Машей выше в астрал. Волновалась рожь, не мешала, дрожала земля. Волновалась примятая рожь, не возражала земля. Перед птицей летнюю песню и колосились поля. Золотился день, и плыли вдаль облака. Золотился роснистый день, и плыли вдаль облака. И одно было вами, а еще одно Машей наверняка. Векер нес, нес, воду нес, нес и пролил дождь. Солнце луч грел, грел, землю грел, и проросла рожь. Ваня с Машей, ох, Маша с Ваней, где теперь их найдешь? Где теперь их найдешь, Ваню с Машей? Ваня с Машей. В отличие от Анечки Денисовой, я не умею делать пульбиты. А жаль, кстати говоря, я вот сидел смотрел на все и думал, в реакте кто-нибудь из союза литераторов может быть так легко, как Анечка Денисова здесь деликс, и так, чтобы... И так вас не забили. Поэтому лучше пишите, лучше пишите. Еще одна песня, прощальная практически на сегодня, потому что мне нужен гонорар, и я сейчас отбываю другое место. А потом, да, вдруг кто-нибудь возьмет и мемориальный космос ворудит, да? Через гонорар. Через гонорар. Через гонорар. Когда я был молод, гербом был серп и молод, Гимном Битлз и Ролин и Стонс. Я бегал по облакам и не захотел стать сам, Таким, как Битлз и Ролин и Стонс. Я не желал иной судьбы, Ведь в поисках хлеба и резьбы Я стал императором подзорной трубы, А чтоб был путь верней, Я угостил друзей Коктейлем Битлз и Ролин и Стонс. Нам было что берять, нам было что искать, По небам Битлз и Ролин и Стонс. Мы верили в угрюмый мир, Спасет любовь и ума, То есть Битлз и Ролин и Стонс. Ведь чем прожить в тоске, Лучше ходить в одном моске, И мы хватаем воздух, Условно рыба на песке, И не любили те, Кто не любил нас всех, А с нами Битлз и Ролин и Стонс. Кому немало лет, И них первого уж нет, Зато есть Битлз и Ролин и Стонс. Поклон друзьям в судьбе, Моей подзорной трубе, Я видел Битлз и Ролин и Стонс. И пусть здесь все вверх дном, Я не жалею ни о чем, Хотя такая жизнь скорее сумасшедший дом, Но если хохпыля, Поднять на чем с нуля, Я выбрал Битлз и Ролин и Стонс. Все тех же Битлз и Ролин и Стонс. Еще раз Битлз и Ролин и Стонс. Ва! Па-па-ра-да-да-да-да-да-дай! Ва-па-ра-да-да-дай! Совсем спасибо! Соседшее свое процедуги! Па-па-ра-да-да-дай, Олег Сергей Николаевич, Олег Сергей Николаевич, Олег Сергей Николаевич, Здоровье, Олег, одновременно здесь была презентации книжки Чили. Вот именно здесь, Именно год назад. Ну что ж, Счастливый гонорар Олегович Лапку дает, чтобы все было, и чтобы он не одну квартиру купил как блок, а несколько на деньги от своих гонораров. От Митрика и он приехал вчера, от Курска страны, ну вы знаете, да, что он потолок Ивана Сусанин, да, вот он постоянно курсирует туда и сюда. У нас сегодня предновогоднее настроение до такой степени, что Федор Филиппов хотел войти, выломать эту дверь, но к счастью для Эльдора этого не случилось. Вот теперь он ходит тихо. Присаживайтесь, господа. Следующий номер нашей большой программы связан с тем, что мы в этом году очень много выпустили. Итак, присаживайтесь. Они все равно слушают и могут, да, но хотят для себя. Тем более с Олеси. Харич, Игорь Александрович, ты там что-нибудь уже идешь, где зима? В этом году, кроме альманата словесных, мы выпустили 11 книг нового проекта «Визирная карточка литературы». И вся наша издательская программа «Визирная карточка литературы», мы их совести имеем. Сейчас он со всеми поздоровается, но подождем. Саня и Дмитриев. И это связано с тем, что членом нашего управления, я думаю, стал Евгений Степанович. Сегодня мы получили письмо из Израиля, электронное. Он пишет. Я на сайте читательный зал прочитала «Альманат словесных». Я ведущий радио Израиля и хочу быть с вами. Да, Ваня. Слово Евгению Степановичу. Пусть он расскажет. Как с вами? Супающий год. Всех поздравить. Действительно, в этом году мы очень трудотворно вместе с вами поработали. Выпустили более 10 стихотворных книг нашему автору и члену Союза литераторов России. И, конечно, очень важно, что в ходе ГИДы и Союза литераторов при активном участии Дмитрия Юрьевича Кисачука и Нины Давыдовой мы создали грандиозный проект. Название «Считальный зал». Почему этот проект грандиозный? Потому что он объединяет уже очень много периодических литературных изданий. Это и наши издания, и «Мол», и «Словесность». И буквально на прошлой неделе в этот проект вступил легендарный, я боюсь этого слова, альманат, который называется «День поэзии». Вот этот альманат не ходит больше ни в какие другие порталы, в том числе и в журнальный зал, а вот в читальный зал он вошел. И для нас это большая честь. И в этот же портал уже вошли научно-популяризные журналы, размещена там информация о журнале, который издает Игорь Харичев, и журнал «Комментарии», и «Дедирай», и «Крещатик», и «Потума Марк», и многие-многие другие. И сейчас туда вошли детские журналы, которые издатель Георгий Зайцев в издательской изводе, ЦНГ, и многие другие. И проект этот нарастает. Буквально еженедельно появляются новые издания. И я очень рад, что Союз сфотератором нас в этом направлении очень эффективно поддерживает. Да и, собственно, не то, что поддерживает, мы просто делаем этот проект совместными, общими усилиями. Я надеюсь, что в наступающем году, в 2010 году, мы сдадим еще очень много книг, потому что, конечно, вот эта библиотечка, визитная карточка, она очень нужна, она оказалась очень востребована. В свое время, более 20 лет назад, я работал в журнале «Огонек». Если вы помните, там была такая библиотечка журнала «Огонек». Вот мы к этой традиции постепенно вернулись. И это очень хорошая традиция, потому что не нужны вот эти сейчас огромные, толстые книги, никто их все равно не читает. А вот маленькую книгочку народ прочитывает и, во всяком случае, составить представление об обществе литераторов, писателей, поэтов, ароматуроков. Это очень правильное начинание, и я очень рад, что Цесюльчук и Давыдов его любили эту замечательную свою взгляд идею. Ну и в дальнейшем, конечно, будем выпускать и монахи, и газеты, и народ у нас таланты, и все пишут, как говорится. Дай Бог, чтобы муха нас не покидала и в тысяч 50-х годах, и в последующие годы. С наступающим Новым годом, друзья! Спасибо. Мне хочется пригласить Анну Гедемировичу. Вот сюда. Помните, год назад пришла Анна, прочитала интереснейшее стихотворение про ангела. И теперь она являлась составителем альманаха «День поэзии». Главными редакторами Андрей Шацков был и Сергей Нацаконяр. А вот Анна Гедемировичу составитель этого альманаха. Видите, она такого крупного объема, что никак не может пройти. И перед тем, как Анна Гедемировичу, к сожалению, у нас нет альманаха. Наталья забыла о альманахе «День поэзии», и у нас нет ни одного экземпляра. Но перед тем, как Анна представил поэту, который был сейчас в присутствии в членах Союза литераторов, напечатанных в альманахе «День поэзии», мне очень хочется прочитать стихотворение Евгении Степанова. Он сам стихи свои не читает, как он говорит, отказывается напрочь. Он является автором дня поэзии «Маленькая стихотворение». А человечек точно мошка, а путь дорожка коротка, ах, коротенько путь дорожка от мальчика до старика. А все же человек огромен, велик, огромен человек, как, например, Андрей Коровин, как мой отец, как Таня Беков. Евгений Степанов. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Анатолий Голубин. Дмитрий Голубинова Иванов. Пmana見у. Олеся Брус, наша кода Нива. Прошу представиться, кто занесет в протоколную новогоднюю газету и ее фотографии там на развороте. Ну и в числе отсутствующих по уважительным причинам Сергей Алимарин, руководитель Союза Летераторов. У него сегодня день рождения. Он как-то не мог разорваться на пещере. И его дети не отпустили, и жена. Да, да. Теперь уж надо биться на нашего группы школьного Алимарина. Просто хотелось сказать слова благодарности людям, которые много сделали. Кстати, Олеся Брус, на ее сайте вы можете увидеть свои фотографии. Так же, как на сайте Юрия Курскурякова, мы им тоже хотели сказать всякие хорошие слова, но Юрий еще не пришел. И замечательные фильмы о Союзе Летераторов вы можете видеть на сайте Живой ТВ. Дальше вы нажимаете Живые передачи, потом Союз Летераторов России, и там целый перечень, который сделан. А фамилия Каверина надо же? И интеллектом. Нет, Артема Каверина, который вот у нас здесь в самом центре. Ну а Каверине, мы молчим-то, что все, что происходит, теперь происходит по 10 раз. То есть у нас остаются фильмы. Благодаря очень упрямому характеру Дмитрия Царчука недавно состоялась встреча с Союзом Летераторов России в Лид-Институте. С 12 сентября Царчук пробовал там устроить выступление Союза Летераторов. С 12 сентября состоялось 22 декабря. Последний день занятий. Да, говорили, что вот эти... Если бы президент не сидел Сергей Шилов, то, наверное, состоялся вопрос. Это твою упрямство, оно могло преодолеть все. Что говорили в Литературном институте? В день выступления слышал Вячеслав Митриевич Сусоевса, представитель нашего Союза. Два пожилых преподавателя говорят, что абсолютные непрофессионалы, Союз Летераторов, мы знаем о них, мы слышали, абсолютные непрофессионалы. Да, а они читают, кто выступает. Доктор филологических наук Сергей Шилов, член Союза Летераторов по словарях. Кандидат филологических наук, филолог, Боготер Муфранери и так далее, и так далее. Абсолютные непрофессионалы. Это было очень смешно, но им так сказали. И выступал, и потом поместил на сайте русский переплет Олег Солдатов. Он сегодня пришел с гитарой, с гитарой, да? Абсолютные непрофессионалы. Олег Солдатов. Шверт на этих гитарах. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом Тигра. Пожелать подборческих успехов, новых. И попросить прощения за то, что, как говорится, мы не очень готовы. Потому что выяснилось, что мы будем петь только вчера вечером. И мы песню сочинить не успели. Ночь не спали. Как говорится, много пили и ели. И сочинили многое. Да, вот, сочинили текст. Чешко его записали, окончательный взгляд. Да, свои вот сейчас там здесь записали. Сочиняли все. Поэтому, если произойдет какая-нибудь заминка, пауза, это значит, что я разучился читать свою собственную почту. Новогодняя песня. Музыка народная, стихи. Господа капиталисты, коммунисты и анархисты. Отложите спорт, дорогие, посмотрите Новый год. Позабудьте, парагиваты, спецфальки, спецфандаты. А не то, не только люди. Дед Мороз вас не поймет. Дорогие поселенцы, жены, старики, младенцы. Все равно, где вы живете, Новый год. И для всех в Костроле, и для Макаре, грозно мы их перемешали. Пусть повсюду в этом время расстается звонкий снег. Мы желаем вам здоровья, красоты и молодого дня. Каждый год не пустим средний, только сельных берегов. Чтоб не только щит и каша, стали снова пищеважей. И чтоб не было болезней, и чтоб не было протоков. Запасайтесь шамбарским, хоть совестник, хоть болтарский. На другой, конечно, случай, и французский пойдет. Доставайте, открывайте, по бокалам разливайте. Не теряйте время, да, и встречайте Новый год. Если вы позволите, я вам еще одну песню спою. Но уже известную вам. Не новую и не собственную сочиню. Веселой, шумною толпою Цыгане там орают Всегда гитары под рукою Всегда играют и поют Веселой, шумною толпою И льется песня, свободно звонко И вдаль мозги, в лихонь на пен Цыган играет Поет, сыганка И вдоль адын Сердаварный припев Цыганка Веселой, шумною толпою И цыганку парень И сердце полное Тревоги В один Адовский дар И слит И льется песня Свободно звонко И вдаль мозги И ходит на пен Цыган играет Поет, сыганка И вдоль адын Сердаварный припев А завтра с первыми лучами Они уйдут куда-нибудь И эта песня за шатрами В нас снова вызовет печаль Но льется песня свободно звонко И вдаль носит лихой напер Цыганка поет цыганка И вдоль один в световарный премьет Дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-дали-д всех на даче Царицына, на даче улицы Бунина, он там соревновался с ансамблем Потапа Корешки. Потап заболел ему при, пока он пришел. Причем он сейчас пишет стихи о Москве, как мы и просили его в известиях. И так даже на той же даче Дмитрий Тесельчук увидел человека, которого он не видел давно. Это Льва Аллаты. А недавно Льва Аллаты прислал нам интереснейший материал. Интересно написанный и удивительная тема. Как он хрестил Леониду Кубанову? Наоборот. Как он? Наоборот. А он причащался там. Он там причащался. А материал такой интересный, что мы его отложили в лимонах словесы. Еще хочется сказать о том, что только что вышла книжка. Вот такая. Художник Голицын, поэт Барсуков. И только что она у меня в руках. И здесь благодарность. Книга посвящается нашему другу, инициатору этого сборника Натальи Шевельковой. И вот хочется обратить внимание, что Наташа, несмотря на тяжелую погоду, приехала на нашу встречу. Так же, как она приехала в Царицыно, Натальи Шевельковой. И хочется сказать, что и Наташа использует удивительный, интеллектуальный такой вот импульс. И благодаря этому пишутся статьи и издаются вот такие книжки. Потом можно будет это посмотреть. Вот сейчас и следующая наша страничка, которую будут вести Наталья Рожкова и Дмитрия Кучусевича. Антология одного стихотворения. Это раздел словесности. Да, вообще, это раздел действительно интересен тем, что там хочется не одной стихотворения, чтобы была футболоза. И поэтому происходит очень такое англо. И то, вроде бы хочется опубликовать это. В конце концов, наверное, выбираются лучшие, но, по крайней мере, с точки зрения англо. И вот сейчас мы будем читать по одному стихотворению убедительное прошлое, чтобы это было, чтобы это произведение было не более 12-16 срок, а мы завершились до утра. Наше выступление, он и открывает Тюнбилу Колодежный. Можно я так прочитаю? Как так прочитаю? Кому нравится, что въезде можно, но я так прочитаю. Просто начну, пожалуйста, поскольку все преднешения этого праздника. «Ты родился под лучшей пастушкой звездой. Бился до последнего слова в воздушной сети ее лучей. Казалось, ничьей, казалось, Бог, пока мы месили снежную жесть. Бумаги, маги прибирались к тебе, к мессии из доличья, потому что каждый сын человечий. Каждая кровля бит и пьем из неровных углов, из неровных стен, из углублений в пещере, из колыбели, над которой склоняются чвери, поправляя над тельцем младенца крестик бездельцем. Который свят, на котором он будет Господь». «Сколько мы говорим про родославный мир боится, о котором говорила в Биле, там тоже есть наши авторы и не литераторы. Вы знаете, согласно дипломатическому атакому нужно быть мужчина-женщина, мужчина-женщина. Но все-таки я хочу, чтобы сейчас посчитала Биле Песа, Татьяна Кайсанова. Я повторяю, что можно с места, можно. Да? Татьяна Кайсанова. Да, может быть можно. Татьяна Кайсанова. Ставьте. А можно с места, да? Конечно. Какой быстрый напрос, кем-то про этот год. Язычество. Твоя пора. Веди доверчивые деньги. Веди ли буйная игра. Окончились в конце недели. Вчерашний снег со снегопадом. Пришел конец его раздорья. В Перунов день огни коллеги. Тройка мчится в чистом поле. А свергались с небесным столом. Сметают вирусами. И это наш Новый год. Наш год с паролем Новый год пойдет. И мы заметим это. Как неожиданно пойдет. И не обманет ожидания. Его загадочный приход. Сам исполнение желания. А Перунов день в четверг. И в этом году как раз в 3-4 декабря Владиславе 4. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я времен веду. Развиную курчавую простынь. Разливного чекушку сглотну. Сам себе и пророк и апостол. Сам себе хамаршель и уну. Я удержусь трехчастную ритмой. Трону струн непомерный пардон. Брат мой. Труженик или ты брит мой. Как бродою обросший трудом. Я же черт сам себе и всевышний. То есть Бог, но не черт. И свинья. И цианист ты косточкой вишну. Непоспешно. Утешит меня. Спасибо. Спасибо. Ваши начальники начинают. Репрессацию. Не хватать так. Мы получили стихи. Высокомнение. Великолепно. Доктор. Квизиту математических. Наук. Вокроводитель литературных группы. Отвал номер 1. Игорь Курдов. Не прописал, что она тоже выступала литературная сеть. Я так выбрали, что творение... Я так выбратишь творение... Под китайцем. Что может знать китайцы о русском бытие? Когда метель играется в печной трубе, И белым иероглифом кружится за окном, А красный иероглиф горит огнем, Дрова подросит в печку, допьет свой крепкий чай И выйдет на крылечко вдыхать печаль Смотрит на пленные тушки, плывущие в поля А лес темнее туши, черней угля Что может понимать в загадочной душе По Богу ли, по матери и вообще? Как, по-моему, в 60-х митературных судья запал, когда вы выступали Не надо убавиться, нечего разговаривать Давайте стихи читать, коллеги Сохранение последнего, но разбегатурных, которые были уже здесь Называется чтение по-группу Расти же в чну, расширит, разбудит, сердцов бы мало, вырывая рать Как-то вошел, исходит, сочетать, какого не услышит колебы Поэму отпустил сагитное чтение Пилосы, провидцы, предсказали Мы все умрем, когда будет конец Анималисты сразу Ведущий все заметил Все учел Нет, это в одном Ведущий все заметил, все учел И не дождавший благостарной точки Он, в ротоговорителем, врачом О хрупкости, вновлением, полк врачом У меня в носу серега Но она недорога Зыбкой ночью, приуме Гном ее повесил мне Этот знак, ты ему обрабатывал Этот гном, моя судьба До сих пор серегу на штуку Запрещение снять прошу Только ног воротит нос До свободы, не дорос Так, Татьяна Фасаева Какие требования, кому себя надеют Часто прихворение Связано с тем, что я разделась в Новый год У меня 1 января день рождения И даже тут уже 12 часов На вадужнем поле Мы потом споем Хорошо Так дешеветь-то заранее Дальше Дальше Другая карта твоей судьбы тёпли А? Карта судьбы твоя тёпли Читай 1 января Вставка Император Уважаем Эта карта Вместе с трудом Стивом И diferença Я не знаю Так, bone А я не знаю Что там Это словно живая мгла, Наварилась лиловкой души, На ростке ледяного стекла, Под ногами по краю лужи, Острее моего копья, Заджавелая и грехоя, С безнаказанностью соловья. Я пою, воротясь из боя. Вот, я не знаю, правильно я скажу нет, что тут присутствуют некоторые авторы из группы Сперти, Из этой знаменитой группы, которую мы вошли в наш союз литератор, Это Григорий Оренский. Он был Сперти, да? Да. Да. И вы здесь вообще не спокое поведение. Только поэты, по-моему, не замечут. Григорий Оренский. Гриша, откуда можно приобрести? Да, конечно. С Новым годом, обнаблённым горлом, Петь, чтоб дух с трудом перевести, Город в море, обманчивый, но гордый, Как меня ты мучил, но растил, я пойду, Столпою замеркаюсь, Ёлками душистыми дыша, Вся Москва от центра до окраин, Слухно обнаблённым, душа. Коваророс и колпаки лейтен, Ковароши, колпаки лидерий, Город плыл, Свободно и светло, С Новым годом, С новой коллективой, с новой сказкой Про добром и зубом. Тоже спектрцы продолжают. Михаил Николаев. Лифт неисправен, Дрогаю топот, Знакомую лестницу и дру, Рисую восходящий штопор, Знакомую маршу на ходу. Чем бы не было члено скружение, На встрече просветенный рад И бьет по центрам торможения В стекло налитый препарат. Полуслова и полужесты В туманной ясности парят, Что за неликое блаженство Читатель слушает все подряд, Тревожит требующую память, Как кошку в черную в ватьма, И падает провал и пауз, Не понимая понимать. Ведь я живу в стороне на ходу, С бездомной крышей в небесах, И сторожат мою свободу Непроходимые леса. Мне славно жить в упорной роли, В которой не на что пенять, Свистеть, как вольный ветер полет, И ничего не объяснить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прими меня, осень, в объятиях твоих отвязкой печали, Ни встреч, ни любви, от этой мучительной горькой тоски, твоих придурок, что стали близки, звенящего воздуха, холод, прозванного воздуха, звонкий крусталь, холодных небес, прозванных небес, леденящая сталь, над рыжими ржами, в древесных рубах, на вольных просторах, на вольных равнинах в самолистых лесах. О, как истончается время у нить, кукушка, кукушка, а сколько нежит, и добрая птичка отдает ответ, в ответ от щедрого сердца, десятка милет. Мне в этой огромности что-то понять, и правду другого, и нового принять, и вдохом бездомным, в обратных лиц, и землю, и долг, и небо эфир, и дочке тепло, и улыбку отца, из этих вас житвой и декоратива. Большое спасибо, с прекрасным дивидиям, и еще раз повторяю, что 12-16 марта, с густом, мы будем сегодня прочитать. Ольга Кавловна. В качестве стихотворения из книжки, которая у меня лучше на деталке получилась, порадовалась, очень спасибо. Это из обвизитной карточки литератора. Я просчитаю стихотворение из репетенцианского цикла. Называется «Карнавал». Немножко, с толку года. Вновь с рыцарем бессмертным карнавалом в Венеции оттанцует ММР. Бессмертно власть чирующего балла, душа летит, как бабочка на свет. Кто скроет липко-толоченой маской, тот маску сбросит и самим собой на время станет в карнавале сказкой, надев костюм, разлыбанную залежать. И пред людьми предстоит обнаженная, годами маски скрытая душа. Все золото преджизнью обреченным на смерть в миру не стоит и господь. Как в сон у него отмечали все и не мотан, не только в картонах, и одни грехов надели ожерелье, другие приводили. И вот, молодой поэт, вот это вот зло сочетание, где всегда как-то как молодая девушка и старая девушка, да? Поэтому, поэт существует, и кто начал, тот не начинающий. Ну вот у нас есть актер, который про Воложий, который сейчас пришел, это Вальяма Паширова. То, что ты чувствуешь, не имеет названия. Просыпаешься на пропитанном табаком диване. Мужчина твоими чувствами трахливо одевается. И в эту ночь не получилось нарядиться впрок. Думаешь, ну, забудь хоть что-нибудь, хотя бы носок. А вчера ты видела, как Тверская откусила от Москвы огромный кусок. Ты не такое увидишь, когда возвращаешься домой поздно. Бобка, жонглируешь полушариями мозга. Но все равно они не знают друг о друге и живут в розово. Ты умеешь летать, хотите ползать в лезвие. У тебя еще много других навыков бесполезных. Осень фиксирует историю моей болезни. Ты записываешь их блокнор, делаешь последнюю попытку выйти в океан, превратиться в рыбку. И нет теперь твоих рыб, волос, глаз и даже улыбки. Есть? Есть. Животки. Да, сладок сих. Молодцы. Мне вот открытся, попались с Олегом. Я вспомнил, потому что она была. У тебя три них и прочь, а Олей, какая спросит, или нет? Нулей. Зверей так много развелось. Живешь с лосикой развелось. Живой ночью осторожен, как был морал. Зато и точно осторожен, вот и мораль. Спасибо. Живой ночью. Живой ночью. Станем тогда на воду. Провод. 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 Живой ночью, нам душу не будет по воде. Ну пос propulsion. Что-то прямо такое родство. Вдруг это будет рыбка золотая, что исполнит ракость на работу. если встать между акторами, между людьми, которых одинаково зовут. А вот у нас есть два Владимира Новиков, один это Владимир Иванович Новиков, Новиков, Новикова, Новиков, 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 он знаком с замечанием под трудами. Владимир Иванович, скорее, назовёт его Новикова. У нас есть и Глобиков Владимир Николаевич Павел. Пожалуйста. Да, то есть Павел, Павел, Павел и Петербург. Я самый короткий прочитал. Один день мугля до 12 марта. Капелец воздух, спрекнув, остатки сна. Борьсянки, морщины, чрезвырка. Любовь, любовь, отметьте, я весна. Я первый ребенок. Деревья в бедные венели, зимой обеты в хрусталь. Но волокольцами звенели, то за собой манели льдарь. И в серебряные сборы все не давали, не уснули. И все боялась я спугнув, сурово жалобные столы. Еще одна маленькая новогодняя. Приходит год, но в долгую дорогу. Оно то сложное будет, то простой. Пусть счастье забоячит ворога. Однажды попросившись на бостоне. Пусть будут дни, как щедрая награда. Что спорить? Жизнь безумно хороша. Ты не грусти. Пожалуйста, не надо. Скорее, здоровая душа. Постой. Ирина, как там было? Последний день в деки 2009-го. Здесь жалостя, бесстрастный календарь. Ни одного листка, одорванного смятого, ему не жаль. Ему совсем не жаль. Кончается еще один год лист. Такой же полосатый, как у всех. В нем было все. И радости, и песни. Падения, растутки, и успех. И все прошло. Я думала, на благо мне все пошло. Отец мой допустил. И в следующий год идти с отвагой, с достоинством. Учиться и расти душою. Без претензий к миру. Без жалок, и обиданную судьбу, и доброе творить. Насколько силу ты дашь мне, и насколько я смогу. Спасибо,ıyorum. Для меня, все, как это не дашь. Moi мне representations. Я продолжаю, серияния, если выполнить увертюру его, ананасы в шампанское, то это продолжение, ибо выпито 5 бутылок шампанское. Было все в Нижнеканске с очень странной герлой, и под музыку бракса, чувства были так пыл, ты шептала, отдамся этой стены зелёной. Северянин толкован быть шампанским в ажуре, и я в победном аллюре поскакал за шестой. На коне на уландском и под мышкой с шампанским, возвратившись увидев, с ним остался другой. Вывод сам напросился, осторожней с шампанским, если всё же напился, не скачи за шестой. Так, ну что, Федя, готов? Федя, ну хорошо. Я уехал к Вячеславу, приятно. Хорошо, его себе позволить. Я 12 лет подряд каждому Новому году писал отпуск скотину, который посвящен, этот код, который посвящен. Я не очень верю в эти гороскопы, но уж как 10-х месяцев, и получился 12-страничный бестиарный. Вот и сделано, значит, и тигровую страницу. Термком, пахнущий мазью тигровый, не успевший нагадить скомпот, Наступает таинственно новый и ещё неизведанный год. Не прошу я счастья охапками, хорошо бы не убили в толпе. Глянь, тигрёнок, мягкими лавками, по инварски ступает тропе. Никого ещё не извиняющий, а как тищий людей, о-о-о! И тяжёлый дух человечный, а петит выдаёт его. Он растёт свою силу пробуя, сея ужас и миткий страх. И вспоминает чёрное злобо в золотистых его глазах. Нет, чужого я счастья не хапаю. Хорошо, что есть кровь и еда, но хрустят под тяжёлую лаву наступающие года. Завершает всё, у нас почитали, да? Завершает Вячеслав Вячеслав. Он специально пришёл, когда уже все закончили чтение. Он пришёл к нам. Участник Дня поэзии 2009. А также гражданской войны. В 12-м году. В русско-японской компании. Слон. Слон свой огромный повод куда захочет протягивать. Был бы мой нос таким же, я бы его не драл в облаках. Я бы его всё время держал у себя в кармане. И мог бы легко сморкаться, не вынимая облаках. Автор – это Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Нолька Канасова. Это «денег найду» или «там получу» или «так украду». Занебестились люди в своей ноготе И привыкла земля доверять колите. Миновали река, а Россия стоит И о рае земно «колита» Я хочу раздать это очень быстро, просто... Наташа, ты просто перечистишь фамилию, а потом... Хорошо, хорошо. Николай Родзовский... Простите, если я кого-то по имени вдруг перепутала или про это, что я не писала так вот. Нина Дубовицкая, Татьяна Кайсарова, Ксения Родионова, Владимир Глянц, Наталья Стеркина, Наталья Швелькова, Ирина Артамонова, Геннадий Готовцев, Борис Минский, Анна Гетемин, Александр Воловик, Иосиф Роминович. С вами ошибка в России, там стоит крестик вместо Ильи. Это виноватый, мы не досмотрели. Походила в Петербург. Игорь Харичев, Прикушин, я не знаю, Дмитрий Калетин, Галина Ерофеев, Варку Статья Никитировна, Дмитрий Чесноков, Владимир Новик, Садовская, тоже не знаю, Лариса, Да, Владимир Садовская, Олег Челобьев, уже дала Прикушин, всем огромное спасибо, и можете у меня взять книжку. Спасибо вам. У нас сегодня не было торжественной части вообще. Мы никому ничего не вручали, но мы говорили слова благодарности. У нас сегодня был сплошной творческий вечер. И перед тем, как мы с вами поставили на эти столы все, что мы принесли с собой, хотелось бы, чтобы нас благословил Валерий Коваленко-Безогненско. Его последнее слово. Дорогие друзья, я тебя граничу всего 14 строками, как Наташа сказала. Минуты, да. Значит, мое подражание были мужские. Мне жизни нет. Мне зреть не в моготу. Как звезды всходят, Сердце страсти не болит, И в нольстве жутят лихорадки в южно. Не продают ни дружбу, ни любовь. Не покупают ни любовь, ни дружбу. Из двух сердец любовь творит одно, Из двух судет одну судьбу бояль. Вчет нечет с одинокими играет, Фортуна очень дерзка и умна. А счастье – это музыка в крови. И, оглядясь о крест покойным взором, Того, кто мил, не изводи упором, А одари теплом своей вину.